Вот такие скрипоносные новости, которые, конечно же, обрадуют с коленов ставанцев, в первую очередь, и скрипоносцев, которые сейчас уже сидят и думают, заберут ли их детей, заберут ли их мужей, заберут ли их внуков. Те, которые буквально еще неделю назад топили за СВО, а сейчас вдруг немножечко вздрогнули. Итак, всеми любимый на ближайшие 300-400 подписал пакет поправок в закон о военном положении и мобилизации. Путин подписал закон о лишении свободы до 10 лет за отказ от участия в боевых действиях. Всеми любимый и особливо скрипоносцами президент России Путин подписал закон о лишении свободы сроком до 10 лет за отказ от участия в боевых действиях, добровольную издачу в плен и неявку на службу по призыву и мародерству. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно федеральному закону, лишению свободы на срок до 10 лет также подлежат лица, нарушившие условия госконтракта по гособоронзаказу. В законе также прописана уголовная ответственность со сроком лишения свободы до 15 лет за мародерство. Кроме того, преступления в период мобилизации военного положения и боевых действий признаются отягчающим обстоятельством. 21 сентября всеми любимой на ближайшие 300 и 400 объявила частичной мобилизацией в стране. То есть мобилизация частичная, а подсадка будет уже не частичная, а конкретная. На десяточку. Боксер Николай Валуев. Баллотируется он от Брянской области. За 10 лет, что он у власти, главным достижением его можно считать разве что собственный стульчик. Да-да, вам не послышалось, депутат Валуев просто не помещается в стандартные кресла, и ему выдали персональное. В зале заседания для него установили такое специальное, с большущей спинкой. В 90-е он был бандитом и был известен всем петербургским оперативникам по кличке Коля Кувалда. Он был замешан в вымогательствах и регулярно по головной ответственности его отмазывали влиятельные покровители. Валуев заявлял о готовности помочь главе Росгвардии Золотову, когда тот вызывал Навального на бой. Сейчас Николай является зампредом Комитета по экологии и охране окружающей среды. Хотя кажется, что природу он любит не очень. Гораздо больше ему нравится убивать животных. Его комитет поддержал поправки Путина в Конституцию, которые привели к тому, что богатые единороссы теперь могут безнаказанно убивать редких исчезающих животных под видом охоты в научных целях. Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, что в период частичной мобилизации получил повестку и намерен отправиться в военкомат. В беседе с журналистами парламентарий отметил необходимость частичной мобилизации, подчеркнув, что это поможет силам, находящимся в Донбассе и на освобожденных территориях. По его словам, охват частичной мобилизации позволит решить ситуацию с численным перевесом над противником. По-моему, всем пришли. Мне тоже пришла повестка. Вы пойдете? Конечно, я сейчас в военкомат поеду. Единственное, что мои коллеги молодцы, они это сделали. Они на воинский учет, кто встал в Государственной Думе, они получили повестку здесь, а мне надо ехать домой. А я пока, ну вот, считайте, мы ездили, у нас очень много выездных заседаний было. Повестка пришла прямо перед поездкой в Донбасс, и меня дома не было. Ну, на следующей неделе я поеду, обязательно явлюсь военкоматом. Известно, кто точно не попадет на войну. Это депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, которым официально предоставлена бронь. Сообщалось, что четыре депутата Госдумы объявили о желании поехать на Донбасс. Среди них и депутат Виталий Милонов. Последний даже опубликовал свои фотографии в новеньком бронежилете. Ну, почему-то мне кажется, что даже если кто-то из депутатов доедет до зоны боевых действий, то на передовую их не отправят. Эти люди голосовали за начало войны, принимали репрессивные законы. Это из-за них российских мужчин и некоторых женщин принудительно отправляют на войну. А они отсидятся в Москве на охотном ряду, подбадривая едущих на убой своими воинственными. Мобилизация в России идет уже неделю. И пока выглядит очень плохо организованной, неэффективной и больше угрожающей самой России, нежели Украине. Призывают дорогостоящих, высококвалифицированных специалистов, пенсионеров с хроническими заболеваниями и мужчин, никогда не служивших и не державших оружие в руках. Пытаясь выполнить план по мобилизации, военкоматы присылают повестки буквально всем мужчинам, до которых могут дотянуться. В результате на фронт пытаются отправить и мужчин предпенсионного возраста. Мой муж Тарапун Виктор Николаевич, 59 лет, был призван 22 сентября 2022 года по мобилизации. И высококвалифицированных специалистов. Вот отрывок из обращения Василия Костромина, генерального директора технологической компании «Фраксис». В кластере микроэлектроники в Зеленограде, компании «Эллингс», «Ангстрон Т», «Микрон» и прочее, и в других городах проводится мобилизация сотрудников. И цифры планируются сотнями. Уже забрали ряд ключевых специалистов. Хочу прояснить, что такое микроэлектроника для нашей страны. Каждый специалист до своего уровня проходит обучение не менее 10 лет на очень дорогих установках, требующих высочайшей квалификации с очень специфическими знаниями. Электроника — фундамент любой современной техники. В мире сейчас дефицит специалистов. Их собирают, за них борются, а мы их отдаем под пулю, нож и 82-мм мину. Этот человеческий капитал стоит сотни миллионов и спасает жизни на миллиарды, создавая технологический паритет для тех, кто на фронте из простых и массовых профессий. А где-то и преимущества на поле боя. Вот, одумайтесь, цикл восстановления прежней производственной способности от 10 лет, а с учетом потерь учебного и кадрового потенциала в таком количестве не менее 20 лет, вы просто похороните отрасль. Я не знаю, кто принимал это решение и кто выписывает людям повестки, работающие на этих предприятиях. Но это просто саботаж или лютейшая тупизна с профнепригодностью, когда не могут посчитать экономику и стоимость человеческого капитала. Об абсурдности мобилизации рассказывают даже российские пропагандисты. Так Маргарита Симонян опубликовала письмо телеведущей Ольги Кокорейкиной, которая написала про своего мужа, главного тренера молодежной сборной России по хоккею с мячом Ивана Максимова. Узнала, что ты занимаешься вопросами нарушений в ходе мобилизации. Я к тебе с этим же, моему мужу Ивану Максимову, 49 лет. Службу проходил в спортроте рядовым. Он в прошлом играл в хоккей с мячом, сейчас главный тренер молодежной сборной. Военкомат прислал ему повестку. Я ее обнаружила в почтовом ящике в пятницу, позже указанного времени явки. В тот же день к нам домой пришли трое людей. Стали долбить в дверь. Дома были только дети. Их начали допрашивать через дверь, где находится Иван. С младшей от страха случилась истерика. Такие приходы повторяются ежедневно. Иван все это время находился на соревнованиях в Красноярске. Сегодня он прилетел в Москву. По дороге домой заехал к матери. И она из телефонного разговора Ивана с другом узнала о повестке. С ней случился инсульт. Извини, что так сумбурно и многословно пишу. Это какой-то ад. Симонен теперь делает вид, что пытается спасать людей от перекосов мобилизации. Но мы-то прекрасно помним, как она вместе с коллегами разжигала эту войну. А теперь лицемерно пытается представить случившееся перегибами на местах. Нет. Вина за происходящее, в том числе на российских пропагандистах. И это не должно быть забыто. А то уже началось плавное переобувание и превращение в пацифистов. Сами сотрудники пропагандистских медиа, вероятно, на войну не отправятся. Винобороны в своих разъяснениях сообщило, что сотрудникам стратегических предприятий будут предоставлены отсрочки. И среди стратегических предприятий есть в том числе и крупные СМИ. Туда входят основные пропагандистские ресурсы. Между тем, некоторые ведомства спустя неделю после начала мобилизации дозрели до того, чтобы попытаться защитить кадры на системном уровне. Так Минцифра опубликовала длинный список сотрудников аккредитованных организаций в сфере информационных технологий. В нем 195 специальностей. Причем ведомство включило туда даже звукорежиссеров, журналистов и специалистов в области политических наук. Список в соцсетях уже называют списком Шиндлера. Напомню, что немецкий промышленник Оскар Шиндлер спасал евреев, предоставляя им работу на своих предприятиях в Польше и Германии. Но, во-первых, нужно понимать, что предложение Минцифры это именно предложение, а не факт, что Минобороны ими воспользуются. Кроме того, речь только об аккредитованных организациях в сфере информационных технологий и людях с высшим образованием. Кроме того, сотрудник должен выполнять критически важные функции, что еще придется обосновать. Я так предполагаю, что журналисты, звукорежиссеры и политологи в этом списке это те же самые сотрудники ВДГТРК, Раша Тудей, Реа Новости и прочие пропагандисты. То есть это не столько список Шиндлера, который спасает евреев, сколько список Геббельса, который спасает своих пропагандистов. Но что касается программистов, математиков, физиков и так далее, это хоть какая-то попытка защитить человеческий капитал. Странно, что такие предложения появились лишь спустя неделю после начала мобилизации, когда тысячи квалифицированных специалистов уже получили повестки или даже были мобилизованы, а другие поспешили уехать из России. По схожему пути пошло и Министерство транспорта России, потребовавшее предоставить бронь от мобилизации пилотам и бортинженерам. А вот бортпроводники, видимо, защиту не получат. И уже известно о том, что некоторым из них запретили выезд из России, как попадающим под мобилизацию. Думаю, вскоре по тому же пути пойдут и другие ведомства. Все будут пытаться защищать кадры в своей отрасли. Но речь будет идти прежде всего о госкомпаниях и государственных учреждениях. У их сотрудников будет больше шансов получить бронь. Частный бизнес же сильнее пострадает от мобилизации. И особенно средний и малый бизнес, у которого нет лоббистских возможностей защитить своих сотрудников. В результате получим еще больше государствления экономики и кадров. Вряд ли мы увидим на фронте и детей российской элиты. Кстати, дочери Николая II были сестрами милосердия во время Первой мировой войны. А сыновья Сталина участвовали во Второй мировой. Яков Джугашвили, как известно, погиб в нацистском плену. Дочь Владимира Путина Мария Воронцова врач, а медиков сейчас мобилизует. Как думаете, получит ли она мобилизационное предписание и отправится ли на фронт? Тоже сильно сомневаюсь. Хотя, если бы я занимался путинской пропагандой, я бы обязательно соорудил какие-нибудь кадры Марии Воронцовой на Донбассе, чтобы люди знали, мудрый вождь и своих дочерей не щадит в праведной войне. Тем временем российские мужчины продолжают быстро покидать Россию. Счет идет уже на сотни тысяч уехавших. Люди идут пешком через границы. Местами даже пытаются перебираться нелегально, чего я вам делать точно не советую. Поймают, оштрафуют и передадут российским пограничникам, а те вас сразу отправят в военкомат. Россия переживает натуральное бедствие. Мы дожили до того, что из некогда сравнительно безопасной и комфортной страны бегут в Центрально-Азиатские республики. И переезд в Ташкент сегодня считается счастливой возможностью. Надо отдать должное нашим соседям из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии и других стран, которые сегодня принимают поток российских беженцев. В Казахстане, например, волонтеры предоставляют им горячее питание, пускают переночевать в залах кинотеатров. Люди отдают для ночлега свои дома. Мы должны быть благодарны и не забыть это доброе отношение наших соседей, которые в сложный момент протянули руку помощь не российскому государству, а российским людям. Надеюсь, хотя бы тех, кто уехал, это навсегда избавит от имперских привычек и снисходительного отношения к соседям.